Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Всех благодарю вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, девочки, всех ценю. А сейчас давайте сделаем расклад на червовую даму. Посмотрим, что у нее было в прошлом. Посмотрим, что у нее сейчас в ее жизни происходит и что у нее будет в будущем. Посмотрим, девочки. Здесь червовая дама находится в будущем. Она думает, девочки, о какой-то дороге, скорая дорога ее ждет, переживает. Так, сама на себя надеется. Какие-то известия, звонки у нее было. Немного переживает, конечно. Но ее ждет какая-то дорога в скором времени. В олове, в мыслях она думает о каком-то мужчине. Бубновый король здесь, крестовый король, общение, разговоры. Может быть, ей нужно в командировку поехать по работе. Вот она и думает. С каким-то королем, может быть, должна быть поездка неожиданно. Вот она и думает, она поедет в дорогу, девочки. В настоящее время у нее, в ее жизни, есть крестовый король, с которым, вполне возможно, их отношения она закрыла, поставила точку. Здесь, может быть, она рассталась с крестовым королем, сделала все отношения по закону, разошлась, развелась, видимо, сделала пусто. Хотя она его любила, но все-таки получила большой удар, и тут, видимо, они разошлись пусто. В данный момент у нее душевно она переживает из-за крестового короля, что он какой-то был, ну, хотя он тоже любил ее, девочки, да, вот. Хотя все было хорошо, но что-то случилось, какой-то удар она получила от короля, прямо удар в спину, здесь я даже не вижу, бубновой дамы нету. В прошлом посмотрим, заглянем в прошлое, что тут было в прошлом. В прошлом, да, у него, у крестового короля были встречи с бубновой дамой, она очень злилась, она злилась долгое время, что он ее обманывал, он обманывал и бубновую даму, и червовую даму, крестовый король в прошлом. Ну, она хлопотала все-таки, надеялась, что это все закончится, все это с обманом. Ну, и на фоне этого его обмана она с этим крестовым королем в данный момент разошлась, и она в будущем будет думать сама о себе, здесь у нее, девочки, смотрите, у нее здесь прям 4 туза в ее жизни, она надеется, что у нее все наладится в жизни, оно так и будет, у нее все наладится в жизни, у нее в будущем все прекрасно будет, девочки. Ну, давайте посмотрим, что нам карты скажут, что червовая дама думает, куда она хочет ехать, может быть, командировка там, куда-то нужно ехать ей, прямо в скором времени собирается в дорогу. Так, ну, давайте посмотрим. Что под сердцем? Что-то она очень переживает. Так, что на сердце? Да, что-то она очень переживает, прямо. Очень сильно переживает, девочки. Так, в голове мыслях, что она думает, что на пороге у нее, что было, что будет, посмотрим. Думает она в голове, в мыслях она думает о своей жизни, переживает что-то прямо до слез, ему обидно. Дети, ребенок есть, видимо, в ее жизни, есть ребенок, да. На пороге здесь она думает, что крестовый король встречается с бубновой дамой, и она об этом думает, девочки, что у нее было в прошлом. Так, на сердце у нее... Все-таки крестовый король у нее на сердце, девочки. Хоть он ее и обманул, крестовый король, но она все равно, все равно, наверное, они переписываются, хоть они и расстались, хоть он и обманул. Все-таки у них какие-то переписки, какие-то друг другу, какие-то известия они говорят. Так, давайте посмотрим. Здесь червовая дама очень переживает за свою жизнь и за ребенка переживает. Прямо ему очень слезно, жизни удалось, видимо. Переживает, девочки. Под сердцем удар, какой-то удар у нее прямо ударяется, переживает. На сердце крестовый король. Хоть он ее и обманул, как бы, но у них какие-то переписки есть. На пороге, что у нее на пороге? Она думает, что крестовый король любит новую даму, и у них есть речи. Она так думает. Так, в прошлом что у нее было? В прошлом у нее был крестовый король, она его любила, хлопотала, все было хорошо. Была у нее любовь, чувство, все было хорошо. Был брак, видимо, с крестовым королем. Но потом тут появилась губновая дама, и все испортила. И крестовый король совсем изменился. К червовой даме она начала переживать, что-то тут не так. Вот и крестовый король начал общаться, интересоваться губновой даме. Ну, так оно и есть. И сейчас тоже они общаются, встречаются, как бы, по картам. В будущем что будет у червовой дамы? В будущем она все-таки думает, все-таки о крестовом короле она думает. Она очень сильно душевно переживает, что у них встреча с губновой дамой, крестовым королем. Они встречаются, она об этом думает. Но все-таки здесь с крестовым королем у нее есть встречи, общение. Хоть они и разошлись, но у нее есть с ним какие-то встречи, общение. Может быть, есть ребенок, и крестовый король приходит, и они общаются, девочки. Так, далее. Здесь червовая дама, дума. Она, у нее нету никаких надежды на крестового короля. Она не надеется, и желаний нету. Она злится, что крестовый король, у крестового короля есть желание и надежда к губновой даме. Она злится на губновую даму, что у них вот такие отношения. Что из-за губновой дамы у них разрушилась семья. А она из-за этого очень злится, девочки. Так, давайте будем смотреть дальше, что у нее будет дальше, девочки. Посмотрим. Дама, которая к нам пришла, очень переживает развод. Но у них есть общение с крестовым королем. Ну, ради ребенка, видимо, общаются. Здесь, в прошлом, у нее, у нее было общение, встречи, все было хорошо, неожиданно все было хорошо. И неожиданно тут появилась новая дама. И крестовый король потерял интерес к червовой даме. И он стал холодным ей, и потихоньку ушел. Потихоньку сделал пусто червовую даму, девочки. Ну, давайте дальше будем смотреть, что нам карта скажет на червовую даму. Что у нее тут происходит. Что будет происходить дальше, посмотрим. Ну, здесь червовая дама думает, что крестовый король и губновая дама, а не вместе. Но все равно крестовый король надеется на червовую даму, девочки. У них переписки есть. Звонки, переписки есть. Так, все-таки крестовый король, он сам надеется на червовую даму. Так, здесь есть переписки с крестовым королем. Есть переписки, но переписки, они какие-то холодные. Просто спрашивают, как дела, наверное, как ребенок. Скорее всего, так. Так, из-за того, что он свои желания отвернул от червовой дамы, она очень жлится на крестового короля. Так, здесь у нее какие-то встречи серьезного характера. Какие-то встречи есть у нее. Какие-то встречи, какие-то хлопоты. Вот, хлопоты о ребенке у нее. Ухаживать за ребенком, следить за ребенком. Хлопоты о ребенке. Ну, и она ударялась, она нервничала за крестового короля. Ну, и теперь не хочет даже его видеть. Здесь с облогу даму она очень злится, она очень нервничает. И у нее, возможно, был скандал с облоговой дамой, с этой дамой. Так, в своей жизни у нее одни удары, одни переживания, девочки. Так, вот у нее дорога выходит, да, нет, дорога, куда-то надо ей ехать. Куда-то нужно ехать. Вот в червовой даме какой-то мужчина идет с любовью. С интересом идет какой-то мужчина, богатый мужчина при деньгах, девочки. Идет к червовой даме, к нашей червовой даме. Мужчина очень хороший. Может быть, он в казенном месте работает. Или какой-то чин имеет. Может, директор, может быть, бизнесмен какой-то. Какой-то был новый король, хороший мужчина идет к червовой даме. Так, здесь червовая дама думает, что между крестовым королем и червовой дамой стоит бубновая дама. Она их раздвинула и сама встала между ними. Крестовый король с ней встречается. Ну, и с червовой дамой крестовый король тоже, он приходит, как бы общается. Ну, здесь общения сугубо детские. Из-за того, что там ребенок есть, он приходит с ребенком общаться и заодно с червовой дамой. Ну, она очень злится, что вот тут новая дама между ними встала и все разрушила. Ну, посмотрим, что здесь будет дальше. Так, свидание у нее. Какие-то у нее хорошие перемены будут в жизни. Восемь, девять. Что удивит ее? Здесь и к сестому король будет ей оставаться, и бубновый король со свиданием идет, девочки. Десять, одиннадцать. Что ее одиночит? Она очень печальная, очень переживает за свою жизнь, за свои дела. Двенадцать, тринадцать. Что тревожит? Тревожит бубновый мужчина, хочет с нею поговорить, но она, может быть, думает о кристовом короле, что он отвернулся. Вот это ее тревожит. Четырнадцать, пятнадцать. Что ее порадует? Ничего ее не порадует, она наоборот получит удар, какой-то известия звонок будет. Чем успокоиться? О, здесь кристовый король будет звонить, и она получит удар. Ну, посмотрим. Так, посмотрим. Для нее, для дома, для сердца. Что было, что будет? Чем успокоится она? Дама, которая пришла, очень много испытала в жизни, и очень печальная девочки. Расклад общий. Для нашей червовой дамы. Что у нее? Для нее. Она печальная из-за кристового короля, девочки. Что он ушел, закрыл дороги к ней, обманул, ушел. Она очень печалится за это. Для дома. В доме. В доме она как бы радостно себя ведет, радостно говорит. Неожиданно она будет радоваться. Здесь будет встреча с бубновым королем все-таки. А на сердце девочки, крестовый король все равно, как бы ни было, все равно она интересуется к крестовым королем и ждет. И надеется и ждет. Что было? Ну, с бубновым королем просто пообщалась. Общение было. Ну, это общение для нее, это было ударно. Через немогу она с ней встретилась, пообщалась. Что будет? Здесь какое-то известие будет у нее, хорошее известие. Может, эта подруга, не обязательно соперница. С какой-то бубновой дамой у нее будет разговор за какой-то звонок, девочки. Чем она успокоится? Встреча с крестовым королем здесь будет. Ну, посмотрим, что дальше будет. За нее. Ну, она думает о крестовом короле, думает, что он обманул. И она думает о ребенке, думает. Для дома. Для дома тоже, когда она дома сидит, она все равно думает о крестовом короле. Все-таки, все-таки крестовый король тоже любит ее. Что на сердце? На сердце она вспоминает, как они жили. Может быть, в конце они ругались. Это вспоминает. Что было? Было у нее в жизни, тяжелая жизнь у нее была, девочки с ударом таким. Было очень тяжело, как будто она не живет, а просто так существует. Было ей очень тяжело в ее жизни. Что будет теперь? Ну, теперь в скором времени у нее какое-то известие она получила от бубновой дамы. Хорошая новость она получила. И она очень обрадовалась. Ну, чем она успокоится тут? Так. Здесь успокаивается тем, что крестовый король все, чем будет у них. Но здесь также бубновый король придет к ней с любовью. Он будет злиться за бубнового короля. Но бубновый король все равно пришел с любовью. Ну, и чем же это все закончится? Так. Ну, все равно, девочки, все равно с бубновым королем хоть у нее была и встреча. Может быть, она один раз встретилась и второй раз. Вот он идет с любовью. Да? Вот у нее встреча. Эта встреча, она не хочет этой встречи. Встреча будет еще. Но здесь появится крестовый король. Крестовый король скажет червовой даме, чтобы она не встречалась с бубновым королем. Чтобы она не интересовалась с бубновым королем и встречи не было. Он говорит крестовый, что он не хочет, чтобы они встречались. И здесь червовая дама думает, что же это, к чему это. Но здесь я вижу, что крестовый король все-таки хочет вернуться к ней. Как муж. Вот в жизни червовой дамы появляется крестовый король. И надолго. И как муж он придет к ней. Вот такой расклад. Конец вообще бомбический. Я вообще не думала, что крестовый король вернется. Видимо, он заревновал ее к этому бубновому королю. Это хорошо, чтобы бубновый король пришел, заинтересовался. Он серьезно интересовался. А он пришел и сказал, что он хочет быть с ней. Видите, как ревность заиграла. И вот крестовый король. В жизни крестового короля будет дама. По закону. И в жизни червовой дамы будет крестовый король. Тоже по закону. Вот такой расклад, девочки. Такой оборот. Конец вообще супер. Я не ожидала. Столько она выстрадала, бедная червовая дама. Хоть бы она была счастлива с этим королем. Вот такой расклад на червовую даму, девочки. У кого дизонирует, пишите комментарии. Ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания. Всем любви, девочки. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok